Ребята, всем доброе-доброе утро! Я собираюсь в парк с собачками. Скоро пойдем. У нас времени половина девятого. Вот мы зашли в спальню. Что делает моя Берта тем временем? Спокойно лежит. До этого мы с ними погуляли в шесть утра. Потом в семь утра покушали. Еще раз погуляли. Вот она лежит спокойненько, ждет меня. Ничего плохого не делает. Ну, покрывальчика у нас на кровати без собачьего покрывала. Лапки чистые, все чистенько. У нас снег, собаки чистые. Ну, вот можете обратить внимание, шерсти как таковой, но не видно, да? На кровати. Тут пришел ворошка. Барон, залазь, можно, к Берте? Залазь, давай, давай. Где барон был? А барон был в зале. Он любит отдыхать у нас в зале. Это его зал. Там у него игрушки. И он там лежит спокойненько. Тоже на диванчике. Только для собачек, которые он знает, на каком можно. А сюда без разрешения он и не залезет. Только разрешаю я. Что барошка делал, пока я собираюсь? Что делал барон? Спокойно лежал, ждал. А вы знаете, барон гиперактивный. Чересчур. Скакучий, прыгучий. Он всегда готов играть, бегать на скорости. Берточка у меня тоже активная. Ну, не такая скоростная, как барон, но активная. Всегда готова играть, бегать, гулять. Всегда за любой кипиш. В то время, пока я занимаюсь своими делами, что-то делаю, собаки у меня спокойно лежат дома. Отдыхают. Ну, в общем, они ведут себя порядочно. Воспитанные собаки. Почему они такие, ребята? Вы не задавали себе вопросом, почему у одних собаки, у многих собаки дома грызут вещи? Вещи лают, ведут себя невоспитанно, непослушные. Но в основном я встречаюсь, наверное, с такой проблемой, как проблема собаки жрут дом. Ну, жрут дом, это я так сказала, грубо так, утрирую, наверное, да? Ну, грызут. Кто-то мебель, кто-то плентуса грызет, кто-то стены, кто-то линолеумы погрызает, кто-то обувь, ну и тому подобное. Все, что лежит, они могут грызть. С такой проблемой я сталкиваюсь очень часто. Мне звонят люди и жалуются, у меня собака грызет, у кого-то поводки, у кого-то найдут ошейники. В общем, собаки грызут. Вы не задумывались, почему такое происходит? Сейчас мы вам откроем секрет. Почему собаки грызут в доме? Ребята, первая причина, наиважнейшая, потому что собаки ничем не заняты. То есть, в течение дня они вообще ничем не заняты. Ну, выявили собачку пописать на 15 минут, на 20, ну, походили с ней по двору 3-4 раза в день. Ну, кто может быть и 5 раз в день. А мозги, не забывайте про мозги, про челюсти. У собак должны челюсти тоже быть в действии. То есть, они такие, как добытчики, хватательные. Им надо челюстью поработать, где-то игрушку потягать, потаскать, что-то принести, схватить. Это одно. И другое, мозги. Мозги всегда должны быть у собачки заняты. Ну, почти всегда. Ай, бароник увыркается. Чем мозги можно занять? Ну, конечно же, дрессировкой собаки. Это обязательно. Обязательно, ребята, дрессируйте собачку. Каждый день желательно. Ну, хотя бы минимум полчаса в день позанимайтесь собакой-дрессировочкой. Какие-то команды на выдержку. Посидели, постояли, полежали дома, на улице. Вообще, я советую всем заниматься собачками на улице. Потому что дома собаки себя могут вести хорошо, быть более послушными. Как выходим на улицу, нашу собачку как будто подменили. Вы с этим тоже сталкивались. То есть собака себя ведет по-другому. Поэтому занимайтесь не на улице. Приучайте собаку вашу слышать вас при раздражителях-провокаторах на улице, в социуме, среди людей других, среди других собак, другого транспорт, который ездит разный, трамваи, троллейбусы, автобусы, машины. Где-то кто-то что-то погудит, где-то что-то неожиданно там хлопнет. Учите собаку слушать вас, слышать вас. На открытой территории в парке собака убежала, что делать, зовем команды ко мне, учим. Учите слушать. Это обязательно. Вот, поэтому заниматься собачкой желательно на улице, хотя бы около дома, возле дома. Я не говорю, что в парк. И обязательно, помимо занятий каких-то, например, мы проводим занятия на выдержку и команду там места, да, ко мне с подзывом, желательно, чтобы вы, собаки, всегда что-то обновляли. Еще одну сверхновую команду. Или просто общайтесь с собачкой дома, приучайте ее к вашим словам. Собаки запоминают звуки и интонацию. Приучите ее к новому какому-то слову, что оно обозначает. Например, у нас есть такое слово, к примеру, тащи. Берта, тащи. Она знает, что надо что-то схватить. Вот, например, если я говорю Артур, она Артура схватит за штани, но потащит. Если я скажу покрывальчика, тащи, она схватит вот это покрывальчика и потащит. Вот, это, к примеру. То есть учите собачку новому, чтобы мозги у нее не оставались на одном уровне, а развивались. Когда вы собакой начнете заниматься полноценно, и помимо этого правильные игры и правильный выгул, собака грызть у вас в приоре ничего не должна. Если, конечно, у нее это не психическое заболевание, но психическое заболевание лечится врачами. Но это редкость. Мы берем полноценных здоровых собак, которые просто грызут дом, жрут дом. Ребята, хорошая дрессировка, активный выгул и правильная игра с собаками эту проблему исключат. Этой проблемы у вас не будет. У нас такой проблемы нет. Мы можем целый день, я могу чем-то целый день заниматься. Мои собаки ждут меня выгуливать там, я их выпущу на участок, сходят, пописают, покакают. И мы можем только вечером пойти полноценно погулять. Им этого тоже будет достаточно. Только один раз в день, полноценно, часа полтора-два. Они все это время будут ждать. Они к этому приучены, они знают, что потом погуляем. Они выпустят свой адреналин, какую-то свою агрессию. Вот этот весь ажиотаж на улице. Ночь спокойно спят, днем они опять в ожидании. Они всегда у меня в ожидании, знают, что скоро мы пойдем гулять. Скоро мы будем заниматься. Если на улице холодная погода, мороз ниже минус 15, конечно, мы не ходим в парке. Дождь какой там сильный, да тоже мы не ходим никуда. Мы тогда занимаемся дома. А чем мы занимаемся дома, ребята? Ролики я уже вам показывала. Мы занимаемся перетягиванием. Я могу им придумать, они перетягивают вдвоем. Перетягиваю я с ними. Ищем предметы на поиске предметов. Занимаемся выдержками. Занимаемся комплексом, отрабатываем какие-то командочки. То есть в течение дня я с ними работаю. Я понимаю, что много у нас рабочего населения, кто не может так заниматься. Но тогда и не берите собачку. Ей надо заниматься. Или возьмите такую собаку, которой не нужен полноценный выгул, которой не нужна игра с вами. Ей только лишь бы с вами находиться рядышком. Ну, какую-нибудь маленькую там миниатюрную. И то не факт, что ваша собачка маленькой миниатюрной грызть не будет. Вот. То есть занятие, полноценный выгул, то есть где-то час они должны, это минимум, побегать по улице активно, побегать за колечком. Собаки хорошие добытчики. Кидаем колечко, кидаем мячики, перетягиваем канатики. Это правильные будут игры. Сама по себе собака, когда ходит, она ничем не занята. Мозги у нее ничем не заняты. Просто выйти с собакой в туалет, ну, это скучно, это грустно. И, возможно, ваша собака после такого выгула, даже погуляя 2 часа, 3 часа, будет продолжать грызть. Правильный выгул, правильные игры и дрессировка исключат проблему грызения. Да, Берд Бароша? Да, Бертуша? У нас такой проблемы с Бертой никогда не было. Бароша к нам поступил в наш дом, тоже с ним не было такой проблемы. Есть он, скучно пожевывает мячи, пожевывает игрушки, просто мнет, но не грызет. И то я ему это запрещаю, то есть запретила. Все, у нас такого, было у него такого, что он же было такой и жевал. То есть он к нам приехал, парень вообще ужасный. Сейчас такой холюсенький. Ну и плюс, конечно, ему Берточка помогает. Смотрит на Берту, что Берта делает, и повторяет. Собаки, они очень хорошо перенимают от другой собаки, то есть они хорошие подражатели. Вот, и у барона рядом хороший пример. Вот, сейчас перед выгулом наших собачек в парк я пойду, поиграю с Диной отдельно, погоняю Диночку. Вот, чтобы она спокойна себя. Ну и Дина у нас тоже ничего не грызет. То есть она полноценно занята. Между прогулками, между играми, выгулом она ждет в ожидании. Она знает, что скоро я приду, и мы с ней будем гулять и играть активно. Так что, ребята, желаю вам хороших, наверное, моментов с собаками. С собакой надо заниматься. Вот, поэтому думайте, когда берете собаку. Думайте, ребята. Любой собаке нужны занятия, хорошие выгулы и игры. Наверное, любой. Вот, и желаю вам хороших вот таких взаимоотношений, наладить хорошие отношения с собаками. Чтобы у вас не было проблем. Чтобы житье, существование с собакой у вас было по максимуму комфортное. Такое, ну, примерно такое, как у нас с Бертой и с Барошей. Все, ребята, всем пока!